Всем привет! С вами Ольга Чернова. Сегодня 6 декабря и я наконец-то сегодня сейчас буду рассказывать про гимнастику для огородника. Долго я не знала как поступиться к этой теме, потому что тут это не про огород, где можно рассказать словами, тут же надо все как-то показывать. Но показывать как лично я делаю зарядку на такую огромную аудиторию, как я лежу и крыхчу там, я не готова конечно, а как рассказать это на словах, я вот так и не смогла придумать. Сегодня я решила показать свои вам планы, картинки, расскажу как началось, как я собирала эту всю гимнастику свою. Но все знают, что у нас у каждого второго спина болит, у меня спина болит в течение, сейчас скажу, ну около 25 лет наверное. Когда мы строили дом, я сразу сорвала, штукатурила, когда таскала вот этот раствор в тазиках, в ведрах, не думала, молодая была. И всю жизнь меня мучают, боли в спине, мучили. Вот последние годы перестало, дальше больше, все знают остеохондроз, потом с годами все это усиливается, диски все у нас шоркиваются. И последнее МРТ, когда 8 лет назад я делала, мне сказали, что без операции ничего я уже наверное не обойдется, нужно вставлять какой-то металлический штырь в краевой центр ехать. Невролог с края приезжал на консультацию к нам, стертые, ну многие наверное знают, протрузии множественные, потом какой-то там артроз каких-то позвонков, смещение в трех местах, стертые диски. У меня весь этот букет был, ну наверное есть, не знаю. Мне было очень плохо, и он мне сказал, добрый человек, сказал, еще один вариант, можете обойтись гимнастикой. Ну знаете, вот последние годы все знают про эти процентры Бубновского, что вот через силу можно делать гимнастику. Раньше мы этого не знали, и когда был сильный приступ остеохондроза, нас, вот например у нас маленький город, не очень развитый, нас просто посылали на блокаду. Обезболивали, человек отлеживался там неделю или две и снова выходил на работу, и так было всегда. И вот только сейчас, а, и вот эту вот важную роль гимнастики мы почему-то не осознавали, мы не думали. Почему-то легче было сходить обезболиться, чем вот крыхтеть, лежать на гимнастике. И я думала, что когда у тебя сильно болит спина, то лучше вообще ее не трогать и не двигать. Но вот этот нейрохирург, который делает операции, да, он мне сказал, что через боль нужно делать обязательно, даже если больно нужно делать, и это может вас поставить на ноги. Я ему сначала не поверила, но начала делать, потому что была уже крайняя нужда, мне было очень плохое состояние было со спиной. Все. Я начала понемногу интересоваться, что-то мне дали там же в больнице, но так как все они разрозненные, вот дают вот такую памятку, например, вот для больных со спиной. Все. Дальше ты должен сам приходить домой и начинать делать. Ну просто у кого-то болит воротниковая зона позвоночника, вот у меня поясничная вот эта область. У кого-то руки отнимаются, у кого-то шея не двигается, мы все разные. Я начала интересоваться и собирать все-все упражнения именно для моей спины. Вот понемножку выбрала в одном месте вот такой комплекс, потом взяла, что отсюда вот взяла, вот это мне давали, именно он давал мне памятку. Потом вот покупала лекарство, я название лекарства убрала, чтобы вы не подумали, что это реклама. Но я его, в общем-то, не могу рекламировать, потому что оно американское, у меня с ним связи нет, с этим производителем. Вот в лекарстве было вложено. И в результате понемножку я собрала целый комплекс, благодаря которому, сейчас вот у меня тетрадь есть, у меня одна тетрадь кулинарная, другая вот по здоровью, которую я веду много-много лет. Вот так, это диеты, подождите, маска для волос, моно-диеты, так, это оверлок, как вставлять, подождите минуточку, а вот они, веселые человечки. И я понемногу на основе всех вот этих вот моих, конечно, и в интернете смотрела везде, создала целый комплекс для себя. Вот смотрите, написано, комплекс лечебной гимнастики в острый период, это начальный, то есть даже когда у нас спина очень-очень болит, и когда острая кинжальная боль, нам все равно нужно делать упражнение, если вы хотите спину вылечить. Потом смотрите, есть комплекс лечебной гимнастики во втором, в подостром периоде, это я все сама выбирала, собирала, но тут плохо видно, я вам потом основное расскажу, это я просто говорю, что гимнастике для спины нужно подходить очень внимательно, очень серьезно, потому что все движения разные, какие-то можно делать и в острый период, а какие-то только тогда, когда вы уже не болеете. Сейчас мы по-другому сделаем. И вот специальные упражнения, которые рекомендованы в период ремиссии, то есть когда у вас спина не болит, вы уже можете делать более сложные, можете делать все, а дальше уже восточные танцы пошли, у меня тут все собрано. Короче, я скажу так, что если у вас, особенно огород, если у вас возраст уже такой, как вот у меня, после 50, многие работать хотят в огороде после 60, но вас мучают боли в спине, то зима это благоприятный вот такой период, чтобы подлечить свою спину, точно так же, как диета. Я вот лето пашу в огороде, а зиму я и занимаюсь здоровым питанием, и вот этой спиной, и я делаю самые простые вот эти упражнения, они мне очень хорошо помогают. За зиму я восстанавливаюсь, делаю растяжку спины, весной я выхожу как новая, снова на сезон мне хватает сил, и я не только восстанавливаюсь после огородного сезона, я вообще сейчас, у меня спина в лучшем состоянии, чем 10-15 лет назад, когда я не могла наклониться, когда у меня были постоянные острые или ноющие боли. Вот комплекс упражнений для больных остеохондрозом, это написано, но это не обязательно остеохондрозом, вы понимаете, что мы все лето, у нас вот в таком вот согнутом состоянии, вот так спина, а назад мы редко разгибаемся, мало кто из нас приходит, ложится на пол и делает вот такую вот растяжку. Вот это упражнение самое важное, я считаю, именно для огородников, я взяла в привычку, я день отработаю, как мне врач сказал, не стесняйтесь, приходите, ложитесь на ковер и в обратную сторону, раз вы вот так были загнуты, в обратную сторону, вот так надо прям до упора, до натяжения разгибать спину, потому что позвоночник должен быть гибким туда и сюда. Вот видите, тут написано, упражнение, развивающее гибкость в области поясницы. Просто тут написано, не отрывая бедер от пола, поднимаетесь на локтях как можно выше, задержаться на 3 секунды, повторить 10 раз, вот это сюда прям вот сильно, а потом в обратную сторону, как вот говорят, что злую кошку надо делать, выгибать вот так позвоночник, чтобы туда-сюда несколько раз вы сделали. Я делаю сейчас, у меня как период ремиссии уже длительный, 3 года, не болит спина, я делаю самые простые упражнения, сначала вот с рукой, сейчас вам покажу, сначала руку 10 раз, тут написано 10-15, я по 10 делаю, потом ногу 10 раз, потом руку и ногу, вот это кажется, что легкое упражнение, это очень сложное, оно укрепляет мышцы пресса и мышцы спины. Вот это я не делаю для меня сложно, потом делаю вот такую растяжку, растяжку обязательно, вот сейчас я делаю растяжку вот эту ежедневно зимой, и за зиму гибкость вот эта в пояснице восстановится, несмотря что, вот мне уже почти 60, я наклоняюсь без приседания, могу сразу наклониться, все у меня работает. И вот лежа на спине, вот это я тоже обязательно делаю, вот так вот подтягивать колено и скручивание туда-сюда. Вот, вот прочтите, вот это вот очень важное. И достаточно, если у вас нет такого, как острого периода, если нет у вас сильно болей, если вот эти упражнения по 10 раз каждое вы сделаете ежедневно, или хотя бы через день, у вас за зиму спина приобретет гибкость, во-первых, укрепятся мышцы спины, потому что вот когда многие, у нас даже многие врачи иногда так говорят, если болит спина, если вам тяжело, вам лучше не работать в огороде или одевайте корсет. Но знающие, умные врачи, вот такие именно, ну, которые занимаются этим, они говорят, что ежедневное ношение вот этого корсета, оно совсем ослабляет наши мышцы, у нас все, именно корсет вот поддерживает, а мышцы атрофируются, и нам потом, когда мы уже без корсета не сможем ходить, корсет тоже, это как сторона, две стороны медали. Вот у меня соседка носит корсет, она себя приучила, но без корсета она ходить уже не может, ей тоже вот 62 года, ну, а я стараюсь, и я думаю, что это правильно, лучше укрепить мышцы спины, мышцы живота, чтобы в корсете не было нужды. Должен быть корсет из мышц, особенно у тех, кто трудится в огороде, нам это очень нужно, мы же часто наклоняемся, вот при наклоне вес верхней половины вот нашего всего тела, он, конечно, держится на мышцах спины, на мышцах живота, если они ослабнут, то нам в огороде будет очень сложно. Так, еще что хотела сказать, я, если наберусь как-нибудь смелости, я потом вам покажу, как я делаю эти упражнения, ну, просто мне не хочется, потому что не все правильно это понимают, вот уже после того, как я про диету начала рассказывать, хочешь изначально помочь людям, пишут некоторые, мне даже одна дама написала в Однокласснике, я так разочаровалась в вас, ну, зачем вы про диету начали рассказывать, ну, и рассказываете про огород, рассказывали бы. Я, конечно, причину разочарования не поняла, но она, наверное, правда думала, что я такая огородная фея, которая порхает у нее все по волшебству, которая не болеет, а оказалось, я старый, больной человек, который начал рассказывать о себе, что вот у меня лишний вес, у меня болит спина, и она так разочарована. Но мне кажется, я простой человек такой же, как вы, у вас у всех эти же проблемы, как у меня, и я прекрасно это знаю, я живу вот среди людей, у меня все соседки в моем возрасте, вот 60, у кого 65, точно так же болит спина, очень так же лишний вес, я просто, я все это уже изучала в течение, там, 20-25 лет, если у меня есть опыт, если могу поделиться с вами, почему бы и нет, пусть кто-то разочаруется во мне, пусть перед кем-то я выглядеть теперь стала хуже, все уже знают, что я такая больная, вот такая вот некрасивая, ну и что, зато кому-то я помогу, если один или два человек воспользуется вот моими, например, упражнениями, и у него пойдет на поправку, вот это вот исчезнет, боли в спине, или сможет хотя бы следующий сезон отработать без боли, ну просто почувствовать себя лучше, я буду очень рада. Ну а разочарованным хочу сказать извините. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова, это вот моя гимнастика для огородника. Если мы летом в течение нескольких месяцев, ну можно даже выразиться таким словом некрасивым, убиваем свою спину, то зимой мы должны ее восстанавливать, если мы ее не будем восстанавливать, мы к старости будем иметь большие проблемы, и тут надо задуматься, как ты хочешь, ну, встретить старость, больным таким, немощным, или все-таки здоровым, нужно немножко, да, и спину, и лишний вес, все это убирать, весной выйдем и с новыми силами. Все это для того, чтобы как можно дольше поработать, как можно дольше вести активный образ жизни, а не лежать на диване и не комментировать просто так заочно кого-то. До свидания.